МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, здравствуйте, друзья! Еще раз мы с вами встречаемся. И у нас такой быстрый экскурс, что сейчас уже надо делать. На переднем, так сказать, плане собрать вот эти вот тюльпанчики, которые здесь росли. Ну, люди обычно ждут, когда тюльпанчики засохнут полностью. Но, как я прочитал у голландцев, они особо не дожидаются. А вот чуть-чуть пожелтели, они подкапывают луковицу, и чтобы она как бы, ну, доходила. То есть подрывать, как лук. И вот пусть он тут лежит и досыхает. Вот тут уже луковица отделяется от ножки. Мы сейчас его подсушим вот в таких ящичках. Потом поразделяем от луковицы деточки. И они сухие, будут лежать у нас до сентября-октября месяца. В октябре месяце мы их продезинфицируем и посадим уже снова. Деточки отдельно, луковички отдельно. Так, здесь у меня сорта новые, как бы ценные. Карлики, которые в моду вошли. А, кстати, вот обратил внимание на другое луковичное растение. На лук. Вот у меня лук озимый. Вот, смотрите. Уже пришло время обратить внимание на озимый лук. Те, кто высаживал в октябре, в сентябре, в ноябре озимый лук. И посмотрите, вот на сегодняшний день. Вот, смотрите, обычный лук на моей песчаной земле. Вот он какой. Это обычная тыканка, которую мы весной тыкали. А вот озимая. Вот, смотрите. Не могу выкопать. Сейчас я его лопатой. Вот, смотрите, под зиму садился. Какой он сейчас, в июне месяце. То есть, он уже в июле, можно его выкапывать, ну, на август. А он будет вот такой вот. А какой он сладкий. Ну, все у нас в основном овальные луки, потому что они меньше отходов дают, вот, по краям и так далее. Но на озимый лук не каждый лук пойдет. Потому что, если мы посадим под зиму обычный лук, да, то обычный лук под зиму будет стрелковаться. Надо брать для зимой посадки специальные луки. Вы видите, нету ни корневых гнилей. Шейка такая плотная, что луковая муха не положила сюда червячков своих. Вот, краткий обзор ярого лука, весенней посадки и зимней посадки. Видите разницу? Более подробную информацию о сортах, о технологиях я всегда могу с радостью представить. А поскольку у нас тут временной формат очень маленький в передаче, переходим к другим темам. Друзья мои, всякому овощу в свое время, и в данном случае самые целебные силы сейчас в зелени. Вот перед нами тынза или кориандр. Кориандр американо, шпинат. И вот слева, вот чуть-чуть или впереди капуста брокколи. Капусту брокколи обожаю только за то, что она очень сильно работает на организм человека. Брокколи не случайно называют королевой капусты. Она богата витаминами А, С, В, Е, ПП и К. Железо, кальций, магний и фосфор укрепляют здоровье организма в целом. Последние исследования выявили в брокколи сульфорафан. Это бесценное вещество, способное бороться с язвой желудка и препятствовать развитию раковых заболеваний. Входит в ее состав также бета-каротин, который называют витамином красоты. Белки, содержащиеся в соцветиях, богаты аминокислотами, которые способствуют выработке серотонина, известного всем как гормон счастья. Регулярное потребление в пищу этого вида капусты помогает регулировать уровень сахара в крови. Содержащаяся в брокколи клетчатка способствует связыванию и выводу из организма вредных токсинов и шлаков. Вот она кинзочка, вот он кориандр американо. Это самая пышная, самая долго не стареющая кинза. Кинза хороша тем, что она, как и петрушка и другие эфирно-мастичные культуры, воздействует на кроветворение. Но еще очень важно, вот я почему люблю, когда питание берешь, прикусочку с такими белковыми формами, там мясо человек потребляет или еще какие-то параллельно этому. Желудочно-кишечный тракт работает очень хорошо. То есть нет дискомфорта, ты чувствуешь себя, ну как бы, легко. То есть когда прикуску с какими-то блюдами, рыбными, мясными, человек потребляет это. То есть Кавказ, оказывается, у него есть чему учиться. Шпинат. Ну шпинат это, еще говорят, вторая телятина. По богатству белка он не уступает телятине. Вот эти листики. Шпинат можно и тушить. Шпинат можно кушать вот так вот, как бы, в свежем виде. Именно сейчас, когда он еще молодой, оно молодое, и свою молодость и силу передает человеку. Давайте перейдем к салатам. Вот смотрите, вы видите, я высаживаю не один сорт салата. И среди них есть Ботавия салат, салат типа Лола Бионда. Есть салат типа Дубовый лист, дубачек. Есть салат типа Айсберг. Пожалуйста, вот полукочанные салаты. То есть, это вот взять салат типа Айсберг. Видите, вот листик ломаешь, он хрустит. Как бы хруст. Слышите хруст? Эти листики вот сухариками наламывают французы и другие. И вот в Греции, в частности, очень хорошо подаются оливковым маслом. А взять вот это вот, такой же куст, немножко сырка и сыры нарезать кубиками, полить оливковым маслом, кинзочки и целебная вещь. Листовой салат культивируется с древнейших времен. Его выращивали в Древней Греции и в Древнем Риме. Как лекарство он применялся в Древнем Египте. Салат содержит большое количество белка, витамины группы А, В, С, Е. Также в составе салата имеются натрий, магний, кальций, фосфор и другие макроэлементы. Среди микроэлементов – железо, йод, медь, цинк, хром, фтор и другие. Салат способствует выведению из организма различных вредных веществ. Если регулярно употреблять его в пищу, то это поможет улучшить состояние при гастритах и язвах. Салат богат фолиевой кислотой, которая помогает поддерживать умственные функции человека. Свежий сок из листьев салата, смешанный с морковным и свекольным соком, способствует очищению кровеносных сосудов, тем самым заряжает энергией, насыщает организм необходимыми минералами и витаминами. Ну, чтобы салаты были целебные, естественно, в землю надо что-то давать. Я даю кемиру люкс. Вся система Менделеева практически необходима для растения, в балансе нормальном есть. Ну и здесь мы немножко брызнули биоглобинчиком, азотофитом, совсем немного. Вот мы видим хрустящий, он еще не дорос, но вот это полукочанный салат айсберг, гранд рапиц. И что самое характерное, вот он, смотрите, нету горечи, он сладкий. Он никогда, гранд трапис, не горчит. Вот, смотрите, вот салат рекорд. Тоже вот я смотрю. Вот здесь уже такой пикантный вкус. Ну и последнее, вот смотрите, какой салат. Дубачик. У него такой дубовый лист. Нежнейший салат, вот когда будете кушать, он тает во рту, а вкус у него, ну я не знаю, что-то среднее между огурцом и зеленью. Берете вот такой букет, нашли маслечко, помастылы и будьте здоровы. Ну и вот он укроп, например, укроп дил, салют. Вы знаете, что целебные свойства укропа, он работает очень хорошо на желудочно-кишечный тракт. И в нем тоже очень много витамин С и других полезных для здоровья элементов. Как хорошо, вот успели мы с вами цыбулынки тюльпанчиков сделать и как бы познакомились с луком. А тут вовремя, Бог дал, и дождик. Слышите, гром громыхает. А у нас в теплице, как вы видите, есть дождь, нет дождя, мы от дождя не зависим. Здесь потихоньку кап, кап, капает капельное орошение. Ну и, естественно, помидоры чувствуют себя великолепно. Что только нам надо с вами делать, даже если нет капельного орошения, то вы помидоры заливаете со шланги, но один раз в пять дней, не чаще. Если земля там отвердевает, то вы ее аккуратно в междуряде рыхлите. В междуряде томатов, как вы видите, надо, если у вас открытый грунт, делать вот хотя бы, как у меня, 50-60 сантиметров. Ну, зачем густить, пусть они хорошо пробиваются, эти томаты. Самое главное в томатах пасынковать его. То есть, как правильно пасынковать томаты? Значит, с пятого настоящего листа мы вырезаем все пасынки. Видите, я отрезал, но оставил пенечек. Если вы вот так выломаете пасынок заподлицо, то отсюда пойдет новый пасынок. Таким образом, с пятого листа настоящее вот это удалили, а уже с шестого листа вы можете позволить, ну, чтобы какой-то пасынок шел. Ну, в частности, вот два пасынка появляются, шестой и над седьмым листом. Я бы взял и оставил вот этот, убрал, вот этот пасынок убрал бы, а вот этот оставил. То есть, я стараюсь, если вот так посмотреть, как бы сформировать его в два стебля. Лучше, конечно, чтобы были крупнее плоды, формирование производить в один стебель. Вот. И видите, там, где в один стебель, здесь идет и формирование плодов. Более быстрее они будут лучше формироваться. Вот если в один стебель формируем, то я вот удаляю ножичком, смотрите, раз, в каждой пазухе листа. И вот, опять же, пенечек оставляю, чтобы новый пасынок не вырос. Ну, надо, естественно, помидоры, если они высокорослые, стараться все время, каждый день их подворачивать. Таким образом, здесь я посадил их близко, потому что у меня теплица, я экономлю шпалеру, чтобы лишнюю не подвязывать. И капельное рожение слева и справа, оно дает им питание, воду и все остальное. Ну, и, естественно, я могу формировать в один стебель. Теперь я вам покажу, как формировать средние, это высокорослые, как формировать среднерослые кусты, ну, например, чтобы меньше было пасынков. Здесь, конечно, уже помидоры завязались, здесь вот такие вот помидоры, вот эти, большие, их, конечно, формируем, как пасынки удаляем до пятого листа, как я показывал, а с пятого, шестого листа у них получается, ну, по три-четыре пасынка. Ну, мы формируем его в два-три стебля. Ну, в данном случае все пасынки, которые лишние, удаляем. Вот я делал центральный, вот у меня второй, и тут еще у него есть вот подвязанный и третий. Вот получится раз, два веточка и три веточки. А тут, смотрите, еще намечается четвертая. Я ее беру, видите, ножичком так, раз, четвертую убрал. Все вырезаю, оставляю три стебля, а вот у меня тут образовался четвертый и уже с плодами. Получается, один стебель, второй стебель, третий. А что делать, там пошел точно такой четвертый. Вот он, четвертый. И тут, понимаешь, одна кисть завязалась, вторая, лезет третья. Но если мы начнем третью кормить, то эти две будут мельче. Тогда я принимаю решение. Над вот этой второй кистью срезаю этот пасынок, наполовину он остается и рукав остается. Вот этот полурукав, на котором два, вот эти две кисти, они быстро нальются, созреют. Я уберу помидоры, это просто уже перестанет расти. А вот эти три побега, они дадут, смотрите, одна кисть, вторая, третья, четвертая, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять кистей. Вот здесь будет десять кистей, каждая кисть по килограмму. Вот тут до восьмидесяти килограмм из такого куста можно собрать при хорошей подкормке. Растения хорошо растут, азот сюда не надо, потому что они зажируют и не будет плодов. Нам надо сюда дать монофосфат калия. То есть из расчета столовая ложечка на ведро воды. И у кого нет капельного, вы просто по литровой баночке вокруг куста, по пол-литровой баночке разливаете после полива. Ну вот мы подкормили и дали сверху, побрызгали биоглобином. Ну просто ходить с самим биоглобином, это неинтересно. Первым препаратом, который следует обрабатывать помидоры, является дебют. Дебют. Фунгицид профилактического действия против широкого спектра возбудителей грибковых болезней. Препятствует прорастанию спор и деления клеток возбудителей болезней. Спектр действия – милдью винограда, фитофтор томатов и картофеля, барша яблони и другие болезни семечковых и косточковых культур. Первая обработка делается медсодержащими препаратами. Желательно, если вот такая жаркая погода, давать препараты, которые содержат кальций, чтобы не было сваривания плодов и вершинных черных пятен на томатах, перцах и других культурах. Вот кальциевое голодание – текамин кальций. Вторая обработка делается препаратами металлаксатом или ридамил или вот препарат консента. Ну, очень удобный препарат консента. Обработал помидоры, пошел обработал огурцы и пошел обработал картофель и так далее. Ну, сад даже. Вот, пожалуй, основные моменты, которые я хотел рассмотреть на томатах. Ну, и еще не забывайте, что если сильно кусты растут, я говорил, обязательно подкармливайте монофосфатом калия. Из расчета столовая ложечка без горы на одно ведерочко воды, 80-литровая. Мы с вами отдыхаем. Да, отдыхаем. У людей есть отпуск, у людей есть после работы время отдохнуть и суббота-воскресенье. Также вот здесь я у себя устроил, ну, соток 8-10 отдыха для земли. Ну, как бы просто, чтобы отдыхала земля, мне не захотелось. А мне так захотелось, чтобы здесь были лекарственные растения. На целине они лекарственные более любые культуры. Вот, смотрите, здесь у меня такое растение, как ревень. Ревень – это вот такие вот черешки, которые потом образуют семена. Да, эти семена разлетаются и насеваются. Мы видим после этого вот здесь такие вот сходы ревня. Это растение для нас с вами полезно тем, что в нем содержится удивительное большое количество питательных веществ, как яблочная кислота, лимонная кислота, соли калия, калиция, фосфора. Для людей, у которых вот сильные отеки, вот это наличие биохимических элементов и витаминов, которые здесь находятся, воздействует как мочегонное хорошее. Если вот беременная, допустим, женщина, и у нее происходят отеки, рекомендуется очищать вот эти черешки вот так вот. Они сочные такие, хорошие. И вот эти черешочки рекомендуется кушать, чтобы не было лишней жидкости, отечности в случае непереносимости препаратов. Биоктивные вещества, содержащиеся в ревене, препятствуют образованию сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление черешков укрепит сердечную мышцу, уменьшит опасность возникновения инсульта. Специалисты в области питания советуют употреблять ревень людям, у которых наблюдается сбой в работе пищеварительной системы, он способен улучшить аппетит. Небольшие дозы растения оказывают закрепляющее действие, а более сильная концентрация – слабительная. Ревень нередко применяется в качестве средства, имеющего противомикробный и противовоспалительный эффект, а также и как желчегонное вещество. Его польза признана и как средство, способствующее укреплению иммунитета. В весенний период, когда вот еще нету ничего, ревень уже сильный, вышел до семенников, такие пышные листья стоят, он как дает профилактику авитаминозов и, естественно, повышает общий иммунный фон человека. Человек начинает меньше страдать аллергиями, иммунная система гораздо крепче, хорошо выглядят волосы, качество ногтей хорошее. И самое вот, есть такое заболевание, ветлига, те элементы, что есть времени, способствуют жеванию вот этих белых пятен, и человек нормализует иммунная система, и кожа нормальная. И вот такой, казалось, бурьян растет здесь. А теперь поговорим о других растениях. Вот у меня два растения. Первое растение – это тимьян или майоран, как у итальянцев называется. Удивительно, так сказать, пахучее растение. И вместе с тем он и лечебное растение, которое хорошо воздействует на выделение, допустим, поджелудочная железа хорошо работает, стимулируется аппетит, хорошее желчегонное средство. И смотрите, вот это овсяный корень. Ах, как запах тимьяна, просто, ну, я не знаю, почему у нас в Италии его много используют, и в рыбные блюда, и в уху, и везде. У нас вообще пряности и травы используются мало. Вот на Кавказе очень много используются. Все равно люди намного здоровее. И овсяный корень. Ну, овсяный корень, вы знаете, его ближайший родственник – козлобородник. Он называется вообще как бы скарсонера. Чернокорень, там, овсяный корень скарсонера. Мы сначала сеяли его лет 10 назад, ну, там, маленькую грядочку. А теперь посмотрите, как он разросся. Целая, скоро вот тут будет плантация. Чем ценен, например, овсяный корень? Он ценен тем, что для диабетиков это не менее ценная культура, чем стеви. Помогает людям, которых нарушение обмена веществ, вот нарушение холестерина, содержание там сахаров. То есть это уникальный обменник. Вот я показал пример, что, имея семена ревня, семена тимьяна, там, майорана, или овсяного корня, или скарсонеры, посеяв когда-то их много лет назад, можно постоянно иметь вот такую удивительную зеленую аптеку. Ну, и, естественно, когда мы здоровы, когда творим эту, как бы, полудикую природу, хочется, как бы, ну, благодарить Бога за то, что природа такая прекрасная, и мы можем быть здоровыми и радостными. Ну, и вот такими ощущениями я с вами сегодня поделился. И поделитесь, работая на земле, своими хорошими ощущениями, тоже с вашими друзьями, с людьми другими. И пусть будет как можно больше добра, радости и любви и уважения между нами. И все это нам дает наша земля, наш труд на земле. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...